Да они еще и поют! В сети интернет набирает популярность так называемые онлайн-фермеры. Аграрии, которые выкладывают в сеть описание своего быта и бизнеса. По признанию самих авторов роликов, это не только дает им аудиторию для общения, но и помогает зарабатывать. Причем наш аграрный регион тоже не остался в стороне от этой модной тенденции. Далеко от больших городов, там где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют. Автор-исполнитель песни комбайнера Игорь Растеряев совсем не имел в виду штат Канзас, когда сочинял эти строки. Но канзасский фермер Дерек Клингенберг думал о том же самом, когда решил снимать ролики о жизни в сельской местности. Голос, слух и хорошее чувство юмора помогли одному из работников семейной фермы стать тем самым фермером Дереком, чьи музыкальные пародии в интернете посмотрели более 32,5 миллионов раз. Обмолот кукурузы, откорм бычков, воспитание дочерей Марии, Алии, Софии и Дарьи. Фермер Дерек теперь регулярно совмещает с записью песен, съемкой роликов и монтажом видео. Не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов. И не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. В интернете они теперь есть. За жизнью семьи из маленького алтайского села в ютубе наблюдает более 11 тысяч подписчиков. Всем привет, меня зовут Мария. Меня Александр. Меня Катя. А это Даша. Несколько лет назад мы переехали из города в маленькую деревню. Сейчас мы живем в личном подсобном хозяйстве. Это пчелы, коровы, кони, свиньи, куры и другая живность. Саша и Маша живут в селе Поповичу шестой год. Недавние жители Бийска в своих роликах делятся секретами не выживания, а многоукладного агробизнеса. Вот в деревне жить тяжело, там сбыта нету, приезжают какие-то перекупы из города, в три дешево покупают. Там, о-о-о, и как вы вообще с этим справляетесь? Канал сейчас на ютубе просто. То есть вы пользуетесь дедом? Да, сейчас он нам помогает хорошо. Насчет меда в этом году очень. Да, насчет меда у нас. И она реально, то есть заказы идут с ютуба, то есть... Вы узнали этот характерный смех за кадром? Да-да, Саша и Маша в Солонежинском районе в гостях у веселого молочника. Под таким именем в интернете узнают гражданина США Джастаса Уолкера, который с семьей и детьми в Сибири занимается сельским хозяйством. Год назад он перебрался из Красноярского края на Алтай, чтобы построить здесь ферму своей мечты. Средняя звена фермы, которая живет за счет своего работы, за счет своих трудов, ему всегда будет выгодно, пока человека не разучат кушать. И современные технологии, тот же интернет, доставки какие-то, они позволяют нам построить инфраструктуру, сбыть таким образом, чтобы фермер мог получить, если не все, но львинные доли, а, конечно, цены. А пока молочная ферма и сыроварня еще строятся, веселый молочник собирает свою львиную долю просмотров. Вы верите, что ферма, что выгодное дело в России сегодня? Вы это видите или нет? Или это вообще какая-то иллюзия сушачьего американца? Нет, это реально. На этом все. Желаю вашим семьям здоровья, домам богатства, полям урожаев.